Здравствуйте, дорогие друзья! Мы находимся в прямом эфире. С вами программа «Попутчик» и я, ведущий Павел Фёдоров. Сегодня говорим об очень важной теме, об изменениях в ОСАГО. Закон изменился совсем недавно, буквально с 1 марта введены новые правила. Что, как, почем и зачем, мы решили узнать у хорошо вам известного Сергея Дорофеева, эксперта-оценщика, человек, который не только разбирается, как оценивать ущерб, но и можно, я так понимаю, задавать вопросы, касающиеся страховых компаний, потому что у вас имеется колоссальный опыт в этой сфере. Добрый вечер, Сергей. Здравствуйте. Форумы буквально взорвались. После первого числа люди начали обсуждать, причем кто-то говорит, ну, это должно было случиться, как-то надо регламентировать то, что происходит в изменениях. Многие говорят, ну, опять решили подавить народ, взять какие-то деньги и ничего за это потом не предоставить. Я поясню, речь идет о том, что отныне страховые компании совершенно на законных основаниях при выплатах должны учитывать амортизацию, то бишь, старение автомобиля, отдельных частей. И, естественно, это должно случиться, на вот этих самых страховых выплатах, причем не в пользу пострадавших автовладельцев. Напоминаю, что мы в прямом эфире, звоните к нам, мы по-прежнему вручаем вот такие вот часы телеканала «Автоплюс» тем, кто звонит, задает интересные вопросы. Вы можете просто дозвониться в студию, звонок бесплатный, либо оставить смс-сообщение на смс-портале, но эта услуга уже платная, информацию о том, сколько, чего, почем, можете увидеть внизу на ваших экранах. Так что подключайтесь к нашей беседе. Давайте приступим. Сергей, как вы считаете, вот такое изменение, да, ведь до сих пор так и поступали страховые компании, всегда учитывали при выплатах вот эту самую амортизацию. Просто кто-то пытался с этим судиться, даже были некие судебные решения, в пользу автовладельцев удавалось отсудить, но здесь, я так понимаю, люди пользуются тем, что не было как раз четкой определенности вот в законе. Вы совершенно правильно сказали, что страховые компании так и поступали, у них для этого были основания, но эти основания были недостаточно четко прописаны. В правилах ОСАГО было написано, что восстановительные расходы рассчитываются с учетом износа деталей, используемых при ремонте. Вот это используемых при ремонте и подлежащих замене, не очень четко понятую и не очень четко прописанную в правилах, теперь исправил законодатель и в законе, по сути дела, прописал ту же самую норму. Теперь прописано, что износ на комплектующие детали, части и узлы, подлежащие замене, учитывается при расчете восстановительных расходов. У нас есть затраты на проведение восстановительного ремонта, то есть сколько денег нужно потратить. Норма часы там. Нет, нет, нет. Затраты на проведение восстановительного ремонта это и норма часы, и стоимость деталей. То есть сколько нужно всего потратить денег, чтобы отремонтировать, во сколько это обойдется владельцу или потерпевшему, как написано в законе Абасаки. И есть восстановительные расходы. Вот восстановительные расходы это не то, сколько денег он потратит, а то, сколько он сможет получить со страховой компании за минусом износа. Вот эти два термина, близкие по звучанию, но, так скажем, разные по сумме, они и описывают вот это состояние. Стоимость затрат на восстановительный ремонт и восстановительные расходы. А теперь их законом прописали достаточно четко, но и ограничили максимальное начисление износа 80%. Ну, в общем-то, Совет Федерации одобрил все это дело, президент подписал, поэтому сейчас нам остается только смириться и уже жить по новым правилам. Что существенно изменилось? Вот, например, смущает такая вещь, если автомобиль начинает стареть буквально мгновенно с того момента, как он выехал из дверей салона. То есть, если ему безгода неделя, все, уже стоимость уменьшилась, точнее, затраты будут на восстановительные некие работы уже как бы меньше на 20% по отношению к новым запчастям. Ну, давайте сразу скажем, что автомобиль стареет и не выезжая за пределы дверей салона. Да, у нас сейчас в продаже есть автомобиль 2008 года, и у них, естественно, есть фактор старения. И по большинству существующих сегодня методик у нас износ рассчитывается, исходя из двух показателей. Срока эксплуатации автомобиля и пробега. Понятно, что если у автомобиля не было пробега, то износ будет гораздо меньше. Если пробег значительный, износ больше. Поэтому вопрос-то изначально состоял в том, что страховые тарифы при подготовке закона об ОСАГО, они рассчитывались с учетом износа. И поэтому страховщики всегда и пытались платить с учетом износа. К сожалению, Верховный суд, так скажем, принял иную точку зрения. И только вот через три года, разобравшись, так скажем, он ее тоже изменил вместе с законодателем. Есть материалы Верховного суда, в которых он уже признает, что восстановительные расходы должны выплачиваться с учетом износа. Поэтому единственное, что мы на сегодня будем иметь, мы будем иметь некоторое снижение судебных разбирательств на эту тему. Но оно тоже будет связано с тем, что ведь закон-то только вступает в силу, да? А решения судов уже были приняты, и ДТП состоялись до момента вступления в силу закона. Поэтому сейчас будет некое, так скажем, напряженное время, именно связанное с датой вступления в закон. Но потом это стабилизируется. Но, к сожалению, зная практику и то, что необходимо подготовить еще значительное количество документов, и зная проекты этих документов, я думаю, что, так скажем, не успокоит это рынок. И в любом случае будут конфликты. И вполне вероятно, что с принятием тех документов, которые должны быть разработаны и приняты, количество этих конфликтов не уменьшится, а может быть даже увеличится. Ну что ж, давайте послушаем мнение нашего телезрителя. Добрый вечер, представьтесь, кто вы, откуда? Здравствуйте, меня зовут Мурат, я из Москвы. Вы знаете, вот что я хотел спросить, а вот если, скажем, человеку не хватает денег на ремонт после аварии, то откуда их брать? Скажите, сталкиваюсь уже с такой ситуацией? В общем-то, бывает с каждым. Обычно их не хватает, это, в общем-то, правда. Да-да-да. Да-да-да, нет, ну вот я хочу понять. Вот, скажем, в меня кто-то въехал, да, и мне заплатили с учетом амортизации, меня надо отремонтировать. Естественно, каких-то старых запчастей я не найду, я ставлю новые, я плачу за новые, и мне денег на ремонт не хватает. Где мне брать эти деньги? Значит, здесь есть несколько вариантов. Спасибо большое, да, вот у меня, я прошу прощения, Мурат, мне сразу же пришла смс-ка, зарабатывать больше, несколько сайтных знаков почему-то пишут из Казани. Ну, видимо, издеваются. На самом деле, вот что делать? На самом деле, есть несколько вариантов, так скажем, ОСАГО по тем тарифам, о которых мы говорили, и которые изначально рассчитывались, оно не должно было покрывать затраты на проведение восстановительного ремонта, оно должно было их частично компенсировать. Поэтому износ там и прописан. Есть договор КАСКО. В договоре КАСКО, в зависимости от того, как вы его заключаете, вы можете его заключить с учетом износа, без учета износа, вы можете его заключить с оплатой по вашим фактическим затратам, вы можете его заключить с учетом направления транспортного средства на станцию технического, где вам просто отремонтируют, и вопроса не будет стоять. Хватит денег, не хватит, страховая компания рассчитывается со станцией, производящей ремонт. Ну и, так скажем, никто не отменял положение гражданского кодекса, а по гражданскому кодексу виновник ДТП тоже обязан возместить расходы, поэтому если не хватило, то есть виновник. Которому, в общем, нужно все это тянуть. И с виновника опять есть несколько способов возмещения, либо по расчетным цифрам, либо по фактическим затратам. То есть это все законные способы, к которым почему-то многие из нас не прибегают, потому что считают, ну раз есть уже законодательно прописанная история с ОСАГО, то не выплатили, либо у людей опускаются руки, пошумят и бросят, либо кто-то бежит судиться страховыми компаниями. Это уже как бы не совсем верно. Но мы же все понимаем, что судиться с юридическим лицом, со страховой компанией, у которой на счету есть деньги, так скажем, проще, легче, и есть хоть какая-то гарантия с нее получить эти деньги, даже если будет судебное решение. А ведь есть проблема, когда есть судебное решение, а с виновника получить деньги не удается, имея на руках исполнительный лист. Есть такая проблема. Еще один звонок. Добрый вечер, слушаем вас. Добрый вечер. Здравствуйте. Алло. Да-да, представьте, пожалуйста. Александр, Москва. Разъясните, пожалуйста, такое положение. Как я понимаю, что ОСАГО, скажем, на одну и ту же модель, новую и трехлетнюю, сумма одинаковая. А выплачиваться будет с учетом износа. Значит, давайте сразу... Спасибо большое. Давайте сразу определимся. Ну, во-первых, так скажем, тема-то у нас сегодня экспертиза, а не страхование. Ну, коли вопрос задан, попытаемся ответить. Страхуется не автомобиль. Вот эта привязка якобы, так скажем, для того, чтобы решить социальные вопросы к мощности двигателя, а на самом деле она, так скажем, ведь страхуется ответственность владельца перед третьими лицами. Поэтому, когда вы страхуете, покупаете полис ОСАГО, вы не знаете, по какой машине будет выплата. Вы же получаете страховую выплату не по вашему автомобилю, а потерпевший получает по автомобилю. Поэтому вы страхуете ответственность, так сказать, на то случай, что вы будете бить старую машину или новую. Об этом совершенно ничего не известно. Поэтому сама суть вопроса, так скажем, не имеет основы под собой. Да, в этом случае, если мы как раз имеем в виду КАСКО, здесь как раз все учитывается. При тарифе новой у вас машины, старая машина, и тут уже как раз происходит какая-то индексация. А когда говорим про ОСАГО, то это ответственность, это не связано с автомобилем? Ну вот, если мы говорим все-таки больше об экспертизе, у экспертов, ваших коллег, прибавится работа в связи с этим, с накладательством? Или все-таки все будут использовать имеющиеся несколько методик? Это, кстати, очередной, ну, такой небольшой камень преткновения, потому что государство уже, по-моему, давно поручило Минпромторгу разработать некую единую методику, по которой будут работать все эксперты и оценщики. Но на данный момент ее не существует, и поэтому все пользуются там, по-моему, двумя или тремя разными. Вот что здесь? Павел, не сыпьте соль на рану, что называется. А вы начинаете опять путать и экспертов, и оценщиков. Я назвал через запятую. И даже через запятую их называть совершенно неправильно, поскольку, а когда мы говорим об ОСАГО, и когда мы говорим о расчете затрат на проведение восстановительного ремонта, в седьмом пункте 12-й статьи закона об ОСАГО четко написано, в отношении транспортных средств проводится независимая техническая экспертиза. Слова оценка там нет. Слово оценка относится только к расчету затрат на имущество. Транспортное средство, конечно, является имуществом, но есть специальный раздел. Специальный раздел регламентирует экспертизу. Далее, совершенно правильно вы говорите, что проблема в том, что ОСАГО уже много лет работает. Экспертным техникам по закону, по правилам экспертизы является специалист, внесенный в единый государственный реестр, а единого государственного реестра нет. Опять же, человек, не существующий практически в профессии. Да, профессия как таковая существует, потому что, слава богу, требования к ней разработаны, а требования к образовательным программам разработаны, уже выдаются дипломы. То есть государство, по сути, на практике признает наличие экспертов-техников, но включение их в государственный реестр, поэтому эксперты, они как были между молотом и наковальней, что называется, в этом и заключается их независимость между интересами потерпевшего и интересами страховой компании, которая, по сути дела, является заказчиком и плательщиком денег, оплачивает работу экспертов. Так и будет. И вот отсутствие методик, единой методики, отсутствие информационных баз данных, отсутствие справочников, которые должны были разработать оценщики, и были бы единые справочники, и тогда меньше бы было вопросов. Все эти прорехи в информационном и методическом обеспечении, по сути дела, сегодня закрывают эксперты техники, и на этой базе возникает большое количество конфликтов. Ну что ж, я предлагаю раздеть эту тему и посмотреть наш сюжет на тему, как вообще происходит оценка ущерба причинного автомобиля в результате СТП, и как происходит первичная оценка. Вот давайте посмотрим и потом обсудим. Давайте. Детали изучаются на предмет возможности их восстановления. Ну что ж, у нас сейчас небольшая проблема технического характера. Давайте примем еще несколько смс-чек, и мне потом дадут сигнал, когда мы сможем выдать картинку. Спрашивают так, значит, почему ОСАГО привязан к лучшинным силам автомобиля, я думаю, есть страхует ответственность. Ну, мы уже отчасти ответили на этот вопрос, да, потому что, в общем-то, я так понимаю, что считается, здесь учитывается больше материальное, наверное, какое-то положение человека. Да, это чисто социальная составляющая, под которую технически какие-то нормативы подводить совершенно бесполезно. Да, то есть просто мерило, насколько человека можно, условно говоря, раздеть. Вот, поскольку она считается, что более состоятельные граждане... Ну, или заставить участвовать в такском формировании общей казны. Вот так вот. Значит, пришел вопрос в Саратовской области, что такое ДАСАГО? Начинается с буквы Д. К сожалению, не знаю, что это такое. Это дополнительное добровольное страхование. ДАСАГО, да, дополнительное страхование гражданской ответственности. То есть, когда вы покупаете полис обязательного страхования, вы можете купить расширенный вариант, и заплатив меньшую, чем при страховании, отдельно сумму, страховую премию, вы получите расширенный лимит страхования. То есть, уже будет не 120 тысяч, а, к примеру, 500 тысяч, 700 тысяч, миллион. Ну, в общем-то, это то, к чему призывают многие молодых водителей, потому что, действительно, в таком случае к вам претензий, как к виновнику, будет меньше в случае, если вы там совершите какое-то ДТП. Ну, увеличится сумма ответственности страховой компании. Ну, надеюсь, что разъяснили. Так, ну, давайте все-таки посмотрим, не подсказывать, что у нас готов сюжет. Давайте посмотрим его на экране, что же это такое первичная оценка. Детали изучаются на предмет возможности их восстановления, или, наоборот, невозможности. Пластмассовые детали, имеющие повреждения в виде трещин, разрывов, восстановлению не подлежат. Для того, чтобы выяснить полную картину повреждения, необходимо осмотреть автомобиль не только снаружи, ну и по возможности внутренней его части. В данном случае пол багажника, лонжероны. По характеру повреждения есть подозрения на деформацию. У глушителя поврежден кронштейн. Кронштейн может быть восстановлен, но не исключается повреждение глушителя где-то, так сказать, в средней части. Поэтому в акте осмотра будет сделана запись. Возможно, скрытые дефекты оформить дополнительным актом. Произошло смещение заднего крыла, боковины и нарушен проем задней двери. Это видно по изменению зазора между дверью и крылом. Здесь он практически отсутствует. Такого рода повреждения устраняется путем вытяжки, является, так сказать, повреждением, которое необходимо устранять с установкой автомобиля на стапель и применением гидравлики. При наружном осмотре эксперт, осматривая автомобиль, смотрит еще и ремонтировался ли этот автомобиль до данного случая. Такого рода, так сказать, ремонты, они влияют на последующую оценку в силу того, что детали, которые подвергались ремонту, ухудшают автомобиль и в какой-то степени это ухудшение произошло еще до данного ДТП. Кроме того, есть такое понятие утраты товарной стоимости автомобиля. Это ухудшение эксплуатационных качеств автомобиля после ремонта. Для того, чтобы правильно определить, имеется ли такое ухудшение, тоже нужно знать, ремонтировался ли автомобиль ранее. Пробег автомобиля снимается по рабочему спидометру. Если эксперт, фиксируя пробег, видит, что состояние автомобиля не соответствует, то есть есть основания считать, что либо менялся спидометр, либо менялись показания на этом спидометре, делается запись, что пробег не установлен, и тогда расчет износа в дальнейшем будет происходить, исходя из средних годовых норм пробега автомобиля. Ну что ж, вот мы сейчас видели, как происходит, я так понимаю, уже происходила экспертиза, и плюс некая первичная оценка, то есть на основании опыта, эксперт-техник, хотя это не совсем, я так понимаю, уже эксперт-оценщик должен давать эту оценку, происходит первичная оценка, что потребуется для восстановления. Павел, вы понимаете, у нас ведь постоянно происходит некая путаница, да, даже в названии моей профессии сегодня, моей должности, вновь появилось наименование оценка, я эксперт-техник, а Владимир говорит, что же эксперт-техник, вы, конечно, закладываете некий конфликт, пытаясь заставить меня комментировать высказывания президента нашей ассоциации. Нет, ну здесь хорошо, не буду вызывать конфликты, просто хотелось бы неких разъяснений для наших телезрителей, Дело в том, что здесь прозвучал очень интересный момент, необходимо выяснить, подвергались ремонту детали, поврежденные сейчас. То есть получается, если машина уже была бита, и там стоит установленная деталь, это же во сколько раз подойдет стоимость этой детали. А, значит, тут вот вопрос какой. В любом случае, согласно того, с чего мы начали, того изменения в законе, с которым мы начали говорить, эксперт-техник должен определить износ транспортного средства. Но износ транспортного средства, он может определять как в целом, так и по отдельным деталям. Ведь то, о чем говорили, что часть деталей может иметь доаварийные повреждения или быть восстановлена, может иметь и обратную сторону. У нас, к примеру, достаточно старый автомобиль, но некоторые детали на нем заменены на новые. Капот новый поставили, и тогда износ этой детали по отношению к износу транспортного средства тоже может быть уменьшен. Но для этого необходимо есть какие-то чеки из магазина, чтобы купить этот новый деталей. Да, документированное подтверждение. Потом в методиках, о которых мы говорим, пусть они несколько устаревшие, но применяемые. Там тоже есть некие нормативы, некая дельта, которую эксперт-техник может использовать при определении износа, учитывая его фактическое состояние. Поэтому не все так критично и, к сожалению, не все так точно регламентировано. А может быть, к счастью, что у эксперта-техника есть, так сказать, возможность все-таки учесть фактическое состояние транспортного средства. Только из-за того, что это так сложно, да? Вот просто обсмотреть весь автомобиль досконально и составить общую картину. Ну, во-первых, мы ведь работаем не со всем автомобилем, а работаем с так называемой бьющейся группой. А потом, может быть, обратили внимание, Владимир Владимирович, когда говорил о пластмассовых деталях, да, у нас постоянный конфликт. Давно уже зародилось такое такое понятие, что пластмассовые детали не восстанавливаются. Ну, хотя на самом деле это не так. На самом деле пластмассовые детали восстанавливаются, есть нормативы, есть разъяснения не восстанавливаются. Те детали, у которых утрачены крупные фрагменты, у которых есть трещины по определенным местам, значительные, длинные, притом нормируемые все это. И вот достаточно много моментов, которые по сути знает эксперт-техник, человек, обладающий специальными познаниями. А люди, которые, так скажем, что-то видели, где-то посмотрели и думают, что они поняли весь механизм, они пытаются в этом участвовать. И поэтому разночтений достаточно много. Так же, как много разночтений при участии юристов, которые читают один конкретный пункт, не связывают его с общей технологией и начинают, так скажем, пытаться ставить эксперта-техника в тупик. А поскольку я уже говорил, что эксперт-техник, он между молотом и наковальником, он окажется крайней, да еще практически при отсутствии законного регулирования этой деятельности. Ну вот сейчас все-таки некая подвижка произошла. То есть попытались еще в очередной раз урегулировать эти отношения. И, насколько я понимаю, здесь все-таки в пользу вот как раз отсутствия этих разночтений. То есть теперь однозначно надо все учитывать. Теперь юристы будут меньше вмешиваться, требовать возмещения. Но страдает опять автолюбитель. То есть все-таки получит недостаточное возмещение. Вы понимаете, у нас всегда ведь хотели как лучше, получилось как всегда. На самом деле пока устранили только одно маленькое, так сказать, законодательно устранили тот недостаток, который в правилах ОСАГО был прописан не очень удачно, а в законе не был. Вот это пока законодатель просто устранил собственную ошибку. Ничего другого он не сделал. Дополнительно он внес только ограничения, что износ не может начисляться больше 80%. Ну да, у меня сразу приходят смски, например, на тему, что же это, если у нас средний автомобиль за первый год стареть на 30%, а потом за каждый последующий примерно 12%, это лет через 7 можно, допустим, крепкого старого японца в случае аварии оценить в минус 100-102%. Ну, во-первых, в минус оценить нельзя, поскольку только 80%. Во-вторых, я догадываюсь, откуда возникли вот эти цифры 30 и 12%. Они возникли из договоров КАСКО. Ни 30, ни 12, ни похожих процентов в методиках, которые применяют эксперты техники, нет. Поскольку 30-12 это, как правило, норма амортизационных отчислений, это один показатель. А мы уже говорили, что расчет ведется по формулам. Основная методика, которая применяется, все-таки использует два показателя износ и пробег. И там есть еще и региональные коэффициенты, и коэффициенты по климату, и коэффициенты по экологической составляющей. Поэтому это все достаточно регламентированный процесс. И когда говорят, что вот нет единой методики, и по разным методикам есть расхождение в разы по износу, нет никакого расхождения в разы. Есть расхождение в рамках расчетных показателей. Пришел вопрос несколько необычный, но все же в тему, наверное, скорее всего лишь относится к тем людям, которые оценивают ущерб, столкнутся с тем, что мой мотоцикл в аварии оценивали по другой модели, поскольку в данной методике моей модели моего мотоцикла не оказалось. Вот что делать в таких ситуациях? Ну, во-первых, я вообще не знаю методики к следу своему, в которой есть модели мотоциклов. То есть, в общем-то... Непонятно, о чем вопрос, да? А то, что эксперт-техник, оценщик, я, так скажем, уже говорил, что, к сожалению, в этом процессе до сего дня пытаются участвовать оценщики, которые не имеют базовой подготовки, хотя многие из них в свое время были автоэкспертами, имеют базовую подготовку. Некоторые нет. И это все зависит от мастерства, грамотности, профессиональной подготовки экспертов. В методиках нет мотоциклов. И поэтому говорить о марке модели и, так скажем, найти технические характеристики, найти, знать конструкцию автомобиля, найти ценовые показатели, это все не процесс использования методики. В методике написаны формулы расчетные, которые связаны даже не с моделью автомобиля или мотоцикла, а с классом, поэтому износ класса автомобиля, класса мотоциклов и все. Не прописаны ни модели, в большинстве случаев даже марки. То есть подбор дополнительной информации, справочной информации, это уже просто компетенция данного специалиста конкретного? Где он все это делает? На сегодня да. На самом деле это должны были обеспечить федеральные органы, уполномоченные правительством, чего до сих пор не сделали. Чтобы вот эта база была единой? Да. Понятно. Вот, наверное, здесь еще очередное какое-нибудь преткновение, когда, скажем, одна независимая экспертиза и другая независимая экспертиза, но которая все-таки находится под влиянием страховой компании, которая должна провести выплаты, они находят разные вот эти вот собственно данные по конкретным запчастям, которые должны заменить и иногда там по нормам часа и по другим еще. Конечно, а потом ведь есть так каком постоянное непонимание или не учет одной достаточно существенной позиции. В законе об ОСАГО написано, что выплата рассчитывается с учетом среднерыночных показателей. А, во-первых, расчет среднерыночных показателей достаточно трудоемкий процесс, а, во-вторых, ну, автовладельца, потерпевшего, никакие среднерыночные показатели ведь не интересуют, по сути дела. Он слышит, ему озвучивают цифру, сколько будет стоить деталь, он знает, за сколько он ее будет покупать, поэтому он и сравнивает две цифры, которые на самом деле весьма сложно сопоставить. Да, совпасть, которые просто не могут, скорее всего, в нашей сегодняшней экономической ситуации уж никак. У нас еще один звонок. Добрый вечер, слушаем вас. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте, Павел Макаров, Москва. Павел, у меня вот такой вопрос к вашему эксперту. Меня интересует, почему страховые компании предпочитают по ОСАГО не ремонтировать, что называется, в натуре автомобили, а именно выплаты? Это что, связано именно с законом об ОСАГО или это просто выгода? А вот Показка, например, они могут и отремонтировать, и выплатить? Спасибо большое. Сложный вопрос, но вот, опять же, не по вашему профилю, но человеку, который имеет с этим делом, я думаю, вы можете объяснить. Я могу только предполагать, во-первых, давайте определимся, что Показка страхует, как правило, новые автомобили, которые ремонтируются у дилера, обслуживаются и ремонтируются. У нас ведь есть еще одна совершенно нехорошая, неправильная позиция. У нас дилер, когда машина стоит у него на гарантии, он говорит, что после аварийный ремонт тоже надо делать у него, иначе человек потеряет гарантию. Да, это, в общем, неправомерная вещь такая, по идее, ты можешь делать это у другого дилера. Можешь делать вообще в любой ремонтной мастерской. За определенный период у страховых компаний, КАСКО, которые они давно страхуют, у них накопились связи, накопились данные по этим станциям. На эти станции они направляют автомобили по КАСКО. Но в списке этих станций в основном станции, у которых значительная стоимость норма часа. Это станции дилерские, специализированные, которые ремонтируют, обслуживают одну или две марки автомобилей и работают в основном с новыми автомобилями, с так называемыми оригинальными деталями, поставляемые через дилерскую сеть. А по ОСАГО таких уровень станций для того, чтобы ремонтировать, учитывая, что парк-то у нас все-таки не новый, станций универсальных, которые могут работать не только с оригинальными, но и с неоригинальными деталями, их меньше. Поэтому вот этот процесс направления на станцию, он на сегодня так скажем развивается, но совсем-совсем небольшой процент. Со временем, скорее всего, я знаю, что большая часть страховых компаний сейчас такую работу ведет, поскольку приходится эксперту технику заниматься урегулированием, если автомобиль ушел на станцию, потом еще и проводить дополнительные осмотры, потому что есть скрытые повреждения. Поэтому этот процесс идет, и мы же понимаем, что когда у страховщика страховщик может направить на любую станцию значительный объем, он может получить значительные скидки. Конечно. Или один автовладелец приедет и будет по рознице ремонтироваться, либо станция направит какой-то объем с оптовой скидкой. Поэтому процесс этот, он интересен и для страховых компаний, но пока он, к сожалению, так скажем, он требует значительного времени. Понятно. Ну, скорее всего, в случае с ОСАГО, с устаревшим парком, здесь страховщик просто не получит никакой выгоды от этого сотрудничества с каким бы ни было официальным дилером. С дилером точно нет. Точно нет. Пришел сразу вопрос, а вот, если знаете, это я уже от себя добавляю, в случае оценки учитывается стоимость оригинальных деталей или неоригинальных? А если бы кто-нибудь мне показал, где, в какой методике написано, что такое оригинальная деталь, на словах я тоже могу определить, что это такое, но такого определения оригинальное и неоригинальное ее нет. В том проекте, который разработан уже, вот в законе у нас написано, что правительство должно утвердить порядок определения цен, там написано, что страховщик вправе выбрать минимальный для себя размер, а раз он вправе выбрать по номенклатуре и количеству деталей, используя сертифицированные детали, так скажем, официально продающиеся. Поэтому вопрос оригинальности и неоригинальности, делайте выводы сами. Все понятно. Недавно стала ситуация, для примера, на моем автомобиле новая оригинальная фара, тот, который стоит про завод изготовитель, стоит 8000 рублей, тайваньскую можно купить за 2000 рублей, но она не регулируется, не отстраивается, и на нее даже сам магазин гарантию не дает. Но она сертифицирована и продается. А кто же ее тогда сертифицировал? Вот это другой вопрос. Но поскольку... Ну вот так у нас все. Тут есть еще вопрос вот этой оригинальности, не оригинальности, ведь оригинальность, оригинальными деталями называются детали, на которых есть клеймо завода. Но тот за самый поставщик, который поставляет на завод с клеймом, он может тоже выпускать эти детали. Да, конечно. Они не будут оригинальны, но будут того же качества. Согласен. А про тайваньские детали, так скажем, или детали получены вообще от неизвестного источника. Здесь вопрос, скорее всего, откуда у нее сертификат. Ну что ж, а это вот еще раз говорит о том, что все вот в системе нужно менять, а не где-то вот отдельными такими кусочками, потому что вынешь один кирпичик, посыпься остальные. У нас еще один звоночек. Добрый вечер, слушаем вас. Что вы думаете по нашей теме? Добрый вечер. Геннадий Пенза. Очень приятно. У меня был такой случай ДТП. То же самое, вот износ, мне там насчитали 125%. 125? Да, но сказали, говорят, больше 80 дать не можем. И помимо всего этого, посчитали лакокрасочное покрытие тоже с учетом износа. Ну хорошо, я найду деталь, бэушную поставлю, а краску я как сделаю? Соскоблю, растворю и по-новому сделаю. Навряд ли у вас это получится. Так, с учетом износа и выплатили деньги. Понятно. Спасибо большое вам за вопрос. Вот можем прикриновать только одно, поскольку, естественно, вам суммы не хватает, а вы не оказались виновником ДТП, то есть все-таки виновны не вы, то в порядке гражданского кодекса... Здесь, когда пытаются на материалы, споров здесь тоже огромное количество, потому что есть основные материалы, есть вспомогательные материалы, а станции пытаются записать в расходы по ремонту и ситечки, и укрывочные материалы, то, что на самом деле... Отопление вот этого сервиса, наверное. Да, в материалах не учитывается, а учитывается по другим показателям. Но снимать износ с материалов, с основных лакокрасочных материалов, это, конечно же, неправильно. А только вопрос в том, что даже в том проекте, который есть, я его упоминаю, он официально опубликован на сайте Минтранса, тот, кто захочет, посмотрит, там тоже есть уже заложена масса подводных камней. И сам порядок называется порядок определения затрат на материалы и детали. И дальше идет раздел расчета износа. Ну, понятно, что тот, кто захочет минимизировать, так скажем, и обмануть своих клиентов, у него будет такая возможность. Ну, опять же, да, материал, это все что угодно, и шпаклевка, и краска, и блокнот. Но там, к сожалению, опять есть технологические ошибки. Ну, что можно посоветовать? Я так понимаю, звонивший наш телезритель из Пензы попал в эту ситуацию гораздо задолго, до 1 марта, то есть еще по старым... А это не связано никак с изменениями? Ну, в данном случае, что бы посоветовали? Вот как тут можно действовать? Ну, во-первых, тот вариант, который вы сказали, можно по фактическим затратам получить с виновником, можно обжаловать действие страховой компании, если достаточно грамотно будет претензионное письмо, можно попытаться получить даже в досудебном порядке. В досудебном порядке? Конечно. Но страховая компания ведь тоже понимает, что, так скажем, если все грамотно составлено, претензионное письмо, жалоба, она понимает судебную перспективу, и тут тоже... Будем надеяться, что попытаются урегулировать это в досудебном порядке. Вопрос из Лугоградской области. Разбили Мерседес МЛ-320, свежий 2000 года, в очень хорошем состоянии, поставили 60% износа. Это нормально или много? Ну, опять же, здесь работали эксперты, они смотрели, вот вы считаете, что он у вас в нормальном состоянии, да? Говорить про автомобиль 2000 года, что он свежий, ну, может быть, можно сказать, что он не совсем первой свежести. Поэтому это расчетные показатели, их нужно учитывать, и прежде всего, хотя бы нужно знать пробег автомобиля. Да, действительно, потому что у нас с машиной в такси за год такого наезжают иногда, что, в общем-то, в пору им даст и такой Мерседес 2000 года, поэтому тут надо смотреть конкретный случай. Любая страховая хочет содрать денег побольше, выплатить поменьше. Ростовская область. С этим можно только согласиться. В общем, это такой бизнес. К сожалению, многие, те, кто попадают в ДТП, у них тоже возникают подобные желания. В общем-то, да. Понятно, что большинство людей у нас, так скажем, честные, теряют деньги, но о страховом мошенничестве, к сожалению, тоже приходится говорить. И это все влияет на резервы страховых компаний и на то, что страховая компания тоже пытается, так скажем, экономить. И пропуская где-то выплаты мошенникам, она за всеми не может уследить, где-то она недоплачивает добросовестным автовладельцам. Согласен. Ну, в общем-то, такие настроения подогревает и статистика. Вот, например, в 2009 по итогам года обнародовали, в общем-то, результаты деятельности страховых компаний. В общем, согласно статистике, сборы ОСАГО выросли на 6,6 процента. Это вот 85,74 миллиарда рублей. А выплаты увеличились, ну, тоже хорошо, но всего лишь на 4 процента. То есть вот где вот эти 2,5 процента, понятно, что, значит, соответственно, они где-то остались. И приличная сумма. Сумма приличная, ну, нужно понимать, так сказать, во-первых, я не очень владею этими цифрами. Я бы задумался на тему, а это выплаты страховщиков, ведь есть еще и компенсационные выплаты РСА. Они в этой цифре участвуют или не участвуют? К сожалению, нет у меня такой информации. РСА сейчас платят очень много. И учитывая, что выплаты по здоровью пока небольшие, вот сейчас речь идет о объединении фондов выплат по железу и по здоровью, к примеру, чтобы как-то компенсировать. Поэтому, к сожалению, я тоже не могу так комментировать конкретные цифры. Да, но здесь еще надо и учитывать рост ДТП, потому что год на год не приходится, где-то есть рост. Где-то в связи с кризисом многие пересели на общественный транспорт. Не владею, к сожалению, цифрами, но могу предположить, что в каких-то регионах активность просто автомобилистов упала. Нет, там, во-первых, про активность можно говорить. Можно говорить о том, что в некоторых регионах стоимость норма часа снизилась, потому что кризис. В некоторых регионах повышающие коэффициенты были к страховым премиям по ОСАГО в связи с тем, что статистика теперь стала накапливаться. Поэтому здесь вообще лучше, конечно, каждый регион в отдельности. А во-вторых, чтобы комментировать вот такие глобальные цифры, нужно знать все составляющие этого процесса. У нас еще один звоночек. Добрый вечер, слушаем вас. Здравствуйте, Александр, Москва. Вопросик у меня заключается в том, что был ущерб автомобиля на полтора миллиона рублей КАСКО. Вы говорите, ну, это цена официального дилера. Насколько она завышена? Насколько можно снизить вот эту цену официального дилера? Скажите, пожалуйста, вы сейчас говорите как потерпевший или как человек, которому предстоит выплатить вот такую цену? Я, который предстоит выплатить. Вот сложно, да? Ну, как можно? Не глядя на автомобиль, а не зная стоимости норма часа, не перечня работы, говорить, насколько можно... Ну, я вам так не сочтите за издевательство. Могу сказать, что на 100% можно просто не признать выплату. Тут это конкретный вопрос, и решать его можно только путем расчета, имея всю исходную документацию. И здесь вам как раз сумма большая, на самом деле. Я не знаю, для каждого свадьбы, для кого-то полтора миллиона не деньги, но, в общем-то, здесь не обойтись без специалистов. И тут, соответственно, должно быть два, чтобы мы их не путали. Это, значит, эксперт-техник, который... Должен быть один. Один, хорошо. Эксперт-техник. В функции эксперта-техника входит и определение технологий, и расчет стоимости. Ну, в общем-то, да. И есть независимые центры. Другой вопрос, когда произошла эта авария, успели ли вовремя в оговоренные сроки провести эту экспертизу? Может быть, автомобиль уже восстановлен, тогда оценивать нечего? Да, там масса составляющих. То есть надо вам в этот вопрос вникнуть, но, собственно, это вот... Участвовал ли потерпевший в осмотре, мог ли он реализовать свое право, да, вызывали его или не вызывали. Если вы начали говорить о двух специалистах, я с вами соглашусь, что, скорее всего, здесь должно быть два специалиста, только эксперт-техник и юрист. Угу, совершенно верно, совершенно верно, да. Только так можно, и, естественно, имея перед собой, в общем-то, объект, да, конкретный случай, можно делать какие-то выводы. Но надо разбираться. В любом случае, конечно, это общее правило для всех, лучше в такие ситуации не попадать. И мы всячески призываем в эфире нашего телеканала вот 10 раз подумать, прежде чем что-то такое, погорячиться, условно говоря, на дороге, создать какую-то ситуацию или даже намек на то, чтобы создать аварийную ситуацию, в принципе. Вот те, кто ездят аккуратно, имеют большой счастливый шанс просто не попадать в такие вот сложные повороты событий. Во всяком случае, не быть в них виновными, виновной стороной. Да, да, это уже гораздо приятнее. Из Иркутской области вопрос. Почему же не привяжут ОСАГО к человеку, а не к машине? Все было бы гораздо проще. Насколько мне известно, есть, в общем-то, такая практика во многих странах, что привязывают ОСАГО к человеку. Да и как сейчас мы говорили, привязаны к автомобилю, но страхуется, в первую очередь, все-таки ответственность, а не автомобиль. Ну, можно много говорить на эту тему. Во-первых, все-таки у нас экспертиза, а не организация страхового дела. Ну, вот у одного моего знакомого, у него автоколонна, 120 автомобилей, они все зарегистрированы на него. Ой-ой-ой. Это как? Ну, тут вопрос, почему же он... Какая будет страховая премия, да? И что это? Поскольку это совершенно другой процесс, и когда мы говорим о, так скажем, страховании, мы должны учитывать не только массово, так скажем, автовладельцы, у которых один, два, ну, три автомобиля, да, но есть ведь еще и индивидуальные предприниматели, есть автопарки. И привязывать, так скажем, к человеку, непонятно к какому человеку, да, если у нас с открытым полисом, то к какому человеку? А тот, кто должен садиться за руль, так скажем, должен иметь персональный полис? Ну, вариант возможно, но это тоже достаточно сложный процесс, и чтобы его рассматривать, нужно иметь соответствующую компетенцию. Ну что ж, приходят, значит, вопросы. Вот пока что, прежде чем на них отвечать, время осталось не так много у нас, вот хотелось бы уточнить для себя, и я думаю, многим будет полезна эта информация. Вот вам, как специалисту, умеющим опыт здесь, сколько, в общем-то, дел, ну, есть какая-то статистика, было пересмотрено, да, вот, после вмешательства таких специалистов, как вы. То есть вот все-таки привлекли, обратились люди, решили пойти таким вот активным путем. Не просто пустить на самотек, а разобраться, обратиться к специалистам. Вот насколько это действительно хорошая практика, насколько это работает? Я не знаю, насколько это хорошая практика. На самом деле, к сожалению, так сказать, привлекают не специалистов моего профиля, моих коллег, а привлекают юристов. А ведь там же есть еще и очень много поводов оспорить то или иное действие по формальным признакам, по юридическим. А статистики у меня такой нет, и вообще, так сказать, не думаю, что она где-то есть, собранная по регионам. Притом, я точно знаю, приходится общаться с представителями многих регионов, она в разных регионах совершенно разная. То есть это зависит от культуры, зависит от формирования службы юридической помощи, от различных общественных организаций, которые помогают автовладельцам. Это зависит в том числе и от формирования экспертной и оценочной среды, потому что, к сожалению, ошибок и в том числе и в судах просто огромное количество. Мы получаем иногда такие определения на проведение экспертизы, что не понимаешь, о чем там говорят, и вообще читал ли законы, к примеру, ну тот или иной представитель суда. К сожалению, наша правовая безграмотность, я, так скажем, не как юрист, вижу порой такие ошибки, что у нас, к примеру, требуют документы на право проведения осмотра. А требуют представить те или иные документы, ну, извините, вплоть до свидетельства рождения эксперта техника. Бывает. Вот дайте и все. И когда суде задаешь вопрос или юристу задаешь вопрос, а на основании какого нормативного законодательного документа вы это требуете, как правило, ответа не получаешь или вплоть до ссылок на Конституцию. Понятно. Ну, на Конституцию у нас все любят ссылаться, к сожалению, это не всем помогает. Нет. Вопрос в сутки области. Как проверить, действительно ли верно произведены расчеты? Как можно самому, вот от себя добавлю, самому провести некие расчеты? Никак. Получить образование соответствующее, это довольно сложно. И, как мы уже говорили, а методики эти можно где-то посмотреть? Методики эти можно посмотреть. На самом деле, практически все методики есть в открытом доступе в интернете. В интернете. Так и называются методики оценки? Они называются совершенно по-разному. На сайте РСА есть методика, которая была разработана по заказу РСА, она такая достаточно адекватная. На сайте многих экспертных организаций размещены методики. Потом ведь на самом экспертном заключении, на самом расчете должно быть указано, на основании какой методики она проведена. Набрали ее в поисковике, посмотрели. Единственное, что будет, наверное, проблема вот с этой базой, где, в данном случае, эксперт брал среднюю стоимость, рыночную стоимость этих деталей. Тем более, что они меняются постоянно. Это огромный. В самой методике вот в основном только расчет износа можно посмотреть, проверить. Большой сложности в этом нет. Все остальное, это, к сожалению, мнение эксперта по этому вопросу. Вопрос в Саратовской области. Оценщик сильно снизу стоимость ремонта. На мой недоумение ответил, что если оценит реально, то этот страховщик перестанет обращаться именно к нему. Может быть такая ситуация, зависимость? Конечно, конечно может. Конечно может. Тем более, если говорим об ОСАГО, привлекают оценщика. Это общая опять наша правовая безграмотность, правовой беспредел. Все может быть. Но если он так честно признается, так скажем, ну дает повод организовать, пойти к юристу, организовать повторную экспертизу и сделать... То есть заняться этим делом поподробнее. Да. Ну что ж, так, почему российские... А, нет, прошу прощения, почему Росгострах платит только через суд по ОСАГО? Ну это вот вопрос в Саратовской области. Не знаю, к сожалению, не сталкивался с этим. В общем-то, платить через суд, я так понимаю, это еще один способ попытаться не платить. Но когда люди идут дальше, они возвращаются. Я вам скажу, что это стопроцентная неверная информация, по той простой причине, что Росгострах, как один из самых массовых страховщиков, если бы платил только через суд... Чтобы было судами. Может быть, в Воронежской области он платит через суд или в конкретном населенном пункте. Не могу, так скажем, утверждать ничего. Но тогда суды бы были просто завалены, никто бы вообще ничего не получил. Скорее всего, так оно и было бы. Тем более, что, в общем-то, страховщики, они сами понимают степень ответственности. И, опять же, существует союз, в который обращаются, доходят жалобы. Несколько раз здесь, в этой студии, были представители, в общем-то, Российского союза страховщиков и обсуждались... Есть федеральная служба страхового надзора, в конце концов. Да, 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 да. Это все работает. Ну что ж, осталось у нас совсем немного времени. Давайте еще разочек... Конкретные случаи пошли у нас. Давайте все-таки к общим вопросам, дорогие друзья, последний озвучим. Значит, два года страховая машина в МСК, ездил без аварии, дом в машину стукнули, вызвал ГАИ, взял все справки. Приехал в страховую компанию, машина в кредите, в письме к банку, сумма была 40 тысяч рублей, перевелись всего лишь 15-314. Это за ремонт, значит, крылья бампера и замена фонаря, окраска второй металлик. У дилера ремонт одного крыла, покраска 17 тысяч. Я уже потерял где-то нить произошедшего, но сумма в том, что... Человеку не хватило денег. Да, не хватило денег. Надо разбираться. Тут ведь вопрос еще в том, что, учитывая, что нормативного регулирования нет, а уровень подготовки специалистов станций, особенно в регионах, крайне низкий, у нас еще пытаются при ремонте, к примеру, использовать нормативы на отечественные автомобили. На любой, на любой, да? То есть на иномарку, а возникает закономерный вопрос. Если мы используем норматив на отечественную автомобили, значит, и стоимость норма часа должна быть такая же, как на отечественной. А она, к сожалению, в разы выше. Поэтому много, так сказать, и в экспертной среде, к сожалению, поскольку нет федерального реестра, нет контроля, работают люди, может быть, с недостаточной подготовкой, и они не могут найти общего языка и со страховщиками, и с ремонтниками, поскольку нет четкого определения, нет справочной литературы. Да, сплошь и рядом вся ситуация, когда приезжаешь, в общем-то, в какой-то сервис, и тебе объявляют, да мне что, москвич отрихтовать там крыло, условно говоря, что дорогой иномарку, железка, она и железка. И вот с таким настроением, в общем-то, все у нас идет хорошо, если вам задешево делают дорогой автомобиль, а если наоборот, тут уже, конечно, возникают вопросы. У нас есть звонок, извините, что заставили вас ждать. Добрый вечер, слушаем вас. Алло, здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Беспокоит вас Алексей из города Радужного и Тюменская область. У меня такой вопрос. Я очень давно занимаюсь автотюнингом электрическим, именно электрическим. Многие автомобили приходят к нам с такой претензией. Вот продают автомобили, и, то есть, если, допустим, сигнализация или музыка, поставленная не у них, считается, что она снята с гарантии. То есть, страховые обязательства они с себя снимают. Объясните, пожалуйста, на каком это основании происходит. У нас все это лицензировано, то есть, все нормально. Мы проводим все то же самое, но просто у нас цены гораздо дешевле, чем в автосалоне. Почему так происходит? Спасибо большое за вопрос. Вот действительно, как оценивается дополнительное оборудование? То есть, попала в машину обычная в аварию, или такая же автомобиль, в том числе такой же автомобиль, но там с ксеноном, допустим? Здесь, как я понимаю, вопрос в другом. Здесь вопрос в том, что теряется гарантия на автомобиль. То, о чем мы говорили. К сожалению, это не только, так скажем, любой дилер хочет получить максимальный объем денег, а производитель автомобиля для своей дилерской сети пытается создать соответствующие условия, чтобы эти деньги получить. Вот поэтому это и происходит. Законно это или незаконно происходит, нужно разбираться в каждом конкретном случае. А, к сожалению, наша система лицензирования сертификации построена таким образом, что существует несколько разных систем, и, так скажем, я, к примеру, очень долго не мог получить список авторизованных дилеров по установке дополнительного оборудования автомобиля ВАЗ в городе Москве. Казалось бы. Да. Куда ходить? Во-первых, эти списки должны быть открыты, да? Я должен знать, куда поставить. Поэтому здесь вопрос, так скажем, что удастся ли это решить на законодательном уровне, скорее всего, не удастся. А для того, чтобы решить его в собственных интересах, человек, который занимается, нужно обратиться, так скажем, на несколько крупных производителей или представителей производителей автомобиля, которых вы обслуживаете, и попытаться получить у них авторизацию. Ну, фактически, дилерство, а это довольно сложно. Нет, это не дилерство. Задача дилера – продать и обслужить. А здесь выполнить определенные работы. Определенные работы. Ну, мне кажется, задача очень сложная, особенно если… Вопрос, конечно, об оборудовании, если это тюнинг, если, допустим, музыка, электрика, да, то есть это ксенон, там… А потом, когда мы говорим о тюнинг, это же уже доработка. Да. Вот там это может быть сложно. Ну, скорее всего, люди идут на тюнинг, когда уже считают, что по гарантии не придется обращаться к дилерам, они рискуют и, в общем-то, тогда уже пытаются что-то строить из своих автомобилей. Ну что ж, у нас еще один звонок. Добрый вечер, слушаем вас. Алло. Да-да, здравствуйте. Добрый вечер. Александр, Москва. Такой вопрос. Вот машина у меня семилетняя. Был ДТП при оформлении в ГАИ документов. Мне в ГИБДД посоветовали обратиться к независимому эксперту для оценки ущерба. Вот. Якобы мотивируя тем, что будет там оценят дороже по ремонту. Угу. Вот. И как бы, как у специалистов, хотелось бы спросить, как оценивает независимый эксперты с учетом износа автомобиля и страховая компания? Ну, страховая компания оценили, 54% износа поставили. Значит, вот что хочу сказать. Спасибо большое. Во-первых, так скажем, страховая компания, как правило, сама-то очень редко занимается определением ущерба, определением затрат на проведение восстановительного ремонта. По той простой причине, что правила ОСАГО допускают, чтобы рассчитывала страховая компания, но в этом случае она должна с вами согласовать сумму. Вы должны подписать, что вы согласны получить такую сумму. Это практически невозможно. Ну, бывают такие случаи. Либо направить на независимую экспертизу. Насколько независимая и куда рекомендуют сотрудники ГИБДД, так скажем, ну, насчитали 54%, все надо считать. Во-первых, можно самому просто посмотреть, посчитать. На некоторых сайтах уже вообще есть калькуляторы расчета износов. И проблем с этим нет. Это достаточно, так скажем, примитивный, так скажем, расчет, если учитывать все показатели. Поэтому я единственное, о чем бы хотел сказать, поддаваясь на такие вот советы, не забывайте, что независимую экспертизу вы имеете право по ОСАГО организовать только в том случае, если вы представили на осмотр страховщику транспортное средство, и он осмотрел, вы можете повторную экспертизу организовать, но ее не нужно организовать в течение пяти дней. Потому что самостоятельно, без предоставления транспортного средства на осмотр страховщику, вы можете организовать экспертизу только в том случае, если страховщик не исполнил своих обязательств по проведению осмотра или организации экспертизы. Иначе вы можете вообще получить отказ в выплате. Так что да, не надо рисковать, нужно это все внимательно учесть, посмотреть, кстати, в таком случае, вот повторную экспертизу, ее кто оплачивает, в общем-то, владелец автомобиля? Инициатор. Инициатор. Да. Даже если в том случае, если она окажется в итоге самой там правильной, что ли сказать. А там уже решение суд принимает. То есть, в принципе, в случае положительного решения затраты могут не сесть. Суд может обязать страховщиков. Ну что ж, вот такая есть хитрость, если сразу кинетесь, вот мне так кажется, это некая устаревшая информация, я тоже слышал раньше, но сразу вызывать независимого эксперта, вызывать специальные телеграммы страховщика и, в общем, только в таком случае пройти осмотр. Тут есть юридический спор. Вызов страховщика, это предоставление ему на осмотр или не предоставление? И как будет процедура? А здесь нужно очень четко проработать, и у юристов совершенно разные толкования, которые, к сожалению, в судах, так скажем, не всегда подтверждаются. Ну что ж, дорогие друзья, время нашего эфира подошло к концу. Тема очень острая. Спасибо всем, кто участвовал в этом обсуждении. Будем надеяться, что Сергей Дорофеев еще раз найдет время, через какое-то время, прийти к нам в гости. Когда пройдет некоторое время после вступления этого закона в силу, посмотрим, что будет на практике. Может быть, появятся еще какие-то интересные решения. И мы с радостью их обсудим с вами и с Сергеем. Спасибо большое, до свидания. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»